Турнир по практической стрельбе прошел в минувшее воскресенье в городе Бресте. Организатором соревнований выступило Брестское отделение Белорусской Федерации практической стрельбы. Членов этой организации относительно немного. И для этого есть свои причины. Каждый спортсмен проходит серьезный отбор, прежде чем получить заветный билет. В Бресте и в Минске проходят курсы подготовки. Обычно они длятся, скажем, не менее двух месяцев. Все индивидуально, то есть мы смотрим на участника, насколько он усвоил именно обращение с оружием. Оружие, естественно, холостое, то есть массогабаритное. После этого сдается экзамен на знание правил техники безопасности и правил вообще вида спорта. И на семинаре в Минске с инструкторами, то есть уже Федерации, проходит зачетное соревнование. Участие в турнире приняли около 20 человек. Среди них есть как любители, так и профессионалы, для которых обращение с оружием – часть работы. Тем более, несмотря на некоторые ограничения, практическая стрельба до сих пор остается эффективным способом подготовки сотрудников спецподразделений. А дополнительные тренировки лишними не бывают. Однако и это не все плюсы. Оружие на подобных соревнованиях отличается от того, что находится на современном вооружении. Именно поэтому в Брестском турнире приняли участие и представители ОМОНа. Польза таких соревнований, она несомненна, потому что, во-первых, это приобщение населения, в частности, молодежи, к здоровому образу жизни, к воспитанию именно в духе патриотизма. Кроме того, это дает возможность обучить людей и показать им культуру обращения с огнестрельным оружием. Пусть это страйкбольное оружие, тем не менее, оно все фактически соответствует боевому, по внешним данным, по работе механизмов. Подобные турниры помогают не только развивать навыки правильной и точной стрельбы, но и способствуют формированию командного духа. Спортсмены, которые регулярно участвуют в такого рода соревнованиях в Беларуси, достойно представляют нашу страну на кубках самого разного уровня.